всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале и сегодня очередная сводка нашей войны с хамасом идет сорок восьмой день сегодня должна была начать осуществляться сделка по возвращению израильских заложников домой в обмен на палестинских заключенных но ее реализация откладывается там по определенным причинам я сейчас о них тоже расскажу ну и кроме этого разведка израиля масса получила вполне недвусмысленный приказ о нем я тоже расскажу чуть чуть попозже не забывайте что мои видео всегда можно поддержать лайк подписка комментарий распространяйте их пожалуйста это тоже очень важно помогает бороться с про хамасовской про палестинской пропагандой и можно поддержать финансово это тоже важно тоже помогает оплачивать работу команды огромное спасибо всем кто это делает я не успеваю там везде поставить не знаю лайк под сообщением там за супер сенс например и так далее но я очень очень благодарен вот здесь кнопочка супер спасибо такое сердечко с долларом и две платформы бусти и patreon ссылка на них находится в описании и так 48 день войны вот сегодня должна была начать должна была вступить в силу сделка оба возвращение заложников главный пункт этой сделки собственно был со стороны израиля выполнение этой сделки это прекращение огня вот сегодня оно должно было начать осуществляться армия должна была прекратить огонь секторе газа прекратить продвижение которое развивалось вполне себе успешно и динамично я бы сказал вся западная часть города газа уже под нашим контролем вот должны были приступить к штурму восточной но вот тут намечалась эта сделка вчера вечером была пресс-конференция на которой выступали и отвечали на вопросы журналистов члены вот так называемого кабинета войны это премьер-министр нетаньягу министр обороны галланд и ганс который вошел в этот кабинет войны все они говорили буквально одними и теми же словами и самый главный вопрос которым задавали журналисты был такой война продолжится после выполнения сделки они однозначно ответили что давай на продолжится до полного истребления хамаса в секторе газа до его полного уничтожения кроме этого там назвали несколько кстати важных вещей о том что военных естественно остается там право на самооборону стрелять террористов если они будут атаковать наши силы кроме этого будет запрещено перемещение палестинцев с юга на север анклава чтобы палестинцы не воспользовались вот этим моментом под видом беженцев хамас не перебросил подкрепление своим отрядом которые очень сильно потрепаны в боях с израильской армии и неожиданно для всех нетаньягу но вот на моей памяти это впервые но вообще по моему это впервые за всю историю израиля когда нетаньягу вслух премьер-министр израиля вслух буквально перед телекамерами до во время трансляции это там нам в интернете в том числе до когда это смотрели миллионы людей сказал что он отдал приказ масаду нашей внешней разведки на ликвидацию главарей хамас относительно находящихся за границей вот никогда такого не было была знаменитая фраза посылайте мальчиков от голды мейер но она была сказана естественно за закрытыми дверями и они стало известно уже позже из мемуаров участников того самого совещания но вот тут вот нетаньягу произнес это публично отчасти вот отчасти в этом есть некоторая доля популизма потому что понятно что масса давным-давно получил такой приказ понятно что эти все глава и хамаса смертники и все они цели вполне себе законные легитимны но тем не менее впервые в израильский премьер озвучил это именно что публично буквально огласил приговор теперь что касается сделки сделка откладывается как минимум до пятницы возможно и дальше тут очевидно совершенно что стратегия хамаса сейчас тянуть время как можно дольше сейчас время для него самый вот такой невосполнимые ценный ресурс который он будет обменивать на не менее ценный ресурс это заложников изначально я напомню речь шла об освобождении пятидесяти трех заложников в течение четырех дней то есть по 10 там плюс каждый день может быть чуть больше и с опцией что если они будут освобождать еще то каждые десять заложников будут обходиться израилю в один день тишины в один день прекращения огня это очень такой опасный момент который учитывая количество заложников находящихся в руках хамаса 239 я напомню то есть позволял бы им тянуть время достаточно долго чтобы восстановить силы перегруппироваться на этом я так понимаю настаивает руководство хамаса за границей вот халит маш или с моих они оба мурзук те кто находятся вот в катаре в том же например или в ливане они у них головах почему-то сложилась картинка победы об этом писали вот иностранные журналисты вчера очень много о том что в головах главарей хамаса который понятное дело находится не в газе не под израильскими бомбами да не под давлением израильской армии а сидят все в катаре в комфортабельной гостиниц у них все хорошо им реально кажется что они победили уже это большая ошибка на мой взгляд но тут есть один любопытный момент который нужно отметить в чем была вообще задача хамаса в чем была вообще вот их главная цель как мне представляется так вот их главная цель была в том чтобы вернуть палестинский вопрос на повестку дня потому что за последние скажем ну пять лет он полностью сошел на нет отошел даже не на второе на там 5 10 план израиль к тому времени уже вот подписал так называемые авраамические соглашения с арабскими странами был на пути нормализации отношений с саудовской аравии и вот это вот руководство хамас страшно бесило и раздражал как прочему руководство ирана который тоже естественно главный интересант этой истории так вот руководство хамаса понимала что про них просто забудут даром никому не нужны не в этих арабских странах не в мире нигде абсолютно и вот они решили таким вот образом вернуть этот вопрос на повестку дня ну и в общем прямо скажем им это удалось вопрос по поводу сделки да почему она откладывается хамас уточняет списки заложников там все должно было происходить так каждый день хамас утром передает список заложников 10 освобождаемых там 10 там 15 не знаю сколько это будет и вот первый список давид барне глава масса ты сейчас находится в катре должен был получить вот еще вчера вечером якобы он его вроде как получил но по хамасу понадобилось что-то уточнить хамас постоянно тянет время утверждая что ему нужно найти заложников ему нужно там я не знаю уточнить списке проверить не являются ли они военнослужащими во тоже с военнослужащими захваченными в плен там отдельная история и вот все это вместе хамасу позволяет тянуть время оттену время можно довольно долго сегодня четверг когда я записываю эту сводку завтра пятница такой мусульманский выходной потом шаббат потом воскресенье выходной во всяких разных таких странах где тоже участвуют в этих сделках в тех же штатах так можно дотянуть например до понедельника на настаивая на прекращение огня хамасу нужна передышка повторим эту мысль еще раз хамасу нужно тянуть время как можно дольше чтобы оттянуть вот неизбежная дать тянуть приговор это только вот в поговорке перед смертью не надышишься в жизни то как раз очень даже попытаешься поэтому вот собственно хамас и пытается использовать вот этот рычаг давления но вроде как вроде как настроение сейчас и в израильском правительстве и в армии и в обществе такие что их надо добить что да мы будем освобождать заложников по возможности женщины детей особенно мы будем продолжать эту работу но к сожалению придется продолжать войну параллельно потому что иначе мы мы эту войну проиграем а проигрыш этой войне он имеет для израиля такой очень экзистенциальный характер потому что даже дальнейшее существование здесь зависит от того одержим мы в этой войне победу или нет тут еще надо отметить один момент касающийся заложников они не все в руках хамаса 30 заложников держит исламский джихад прямые иранские прокси какое-то количество заложников захвачены группировками поменьше вплоть до того что они могут находиться в руках частных лиц которые их прячут где-то там у себя в подвале дома да и надеются там хорошо ими торгануть в случае чего с израилем но вот последняя как раз хорошо потому что у последних их можно вот банально выкупить за деньги или там за безопасность например или там я не знаю еще за какую-нибудь такую плюшку до за переезд на западный берег где относительно безопасно для палестинцев в отличие от газы вот как-то так но сейчас ведется работа по этому поводу работают там и шабак и массат шабак то служба безопасности и армия ищет и разные каналы там задействованы в общем будем надеяться что все-таки получится потому что эти люди вот которые находятся в плену но и такая тяжелая вообще история для нас для израильтян да самое главное заключается в том что эти люди были захвачены это мирные граждане захвачены были в своих домах да в этих южных кибуцах и таким образом государство нарушила вот этот общественный договор государство гарантировала нам безопасность за это мы в нем живем за это мы платим налоги государство нам гарантирует безопасность у нас там самая сильная армия на ближнем востоке и так далее но вот государство свое обещание да свою обязанность свою функцию не выполнил и поэтому сейчас государство должно предпринять те меры для того чтобы этих людей по возможности вернуть ну будем надеяться что так оно и произойдет теперь на севере что происходит у него очень мощный обстрел 41 ракета была выпущена ну из них большая часть упала на открытой местности то что называется вызвав там несколько лесных пожаров одна была перехвачена железным куполом но в целом обстановка на севере довольно тревожная хотя хизбалла накануне заявляла что она присоединится к перемирию по формуле тишина в обмен на тишину то есть они там ничего не требуют кроме того чтобы мы по ним не стреляли они по нам не стреляют и поэтому собственно сейчас по всей видимости в преддверии вот этого перемирия если она все-таки будет до или там прекращение огня хизбалла усиливает давление на израиль но и израиль тоже надо сказать долгу не остается сейчас авиация бомбит ливан там используют уже тяжелые авиационные боеприпасы там обрабатывают объекты хизбаллы которые раньше не трогали то есть обе стороны сейчас вот наращивают давление и хизбалла на нас и мы на хизбаллу соответственно в газе тоже самое в газе продолжаются тяжелые такие боевые действия армия вчера показала туннель под больницей шифа это даже не туннель а бункер оборудованный там вот как я не знаю как такая относительно неплохая гостиница сам узлы душевые там живые комнаты вентиляция свет там все как положено все это было сделано для того чтобы показать долбанной мировой общественности чтобы больницу использовали как военный объект не как прикрытие для военного объекта как непосредственно военный объект что является вообще тягчайшим военным преступлением и дает израилю полную легитимацию действовать против таких объектов хотя пока израиль воздерживается от ударов по больницам так что вот примерно так это все выглядит еще раз повторим сделка откладывается как минимум на сутки до завтра до пятницы а там посмотрим как это пойдет все очень неопределенно хамас будет отчаянно тянуть время пытаясь отложить исполнение своего смертного приговора но мы будем продолжать войну и будем продолжать следить за ситуацией посмотрим как она будет развиваться если случится что-то прям такое из ряда вон то я запишу шорцы и выложу у себя на канале да для того чтобы вас проинформировать о том как у нас обстоят дела ну и последнее что скажу вот в коллекцию значит полезных идиотов антонио гутерриш такой генеральный секретарь он давеча который уже заврался там просто в конец вообще несет какую-то околесицу абсолютно про палестинскую он заявил что за всю свою карьеру значит генеральным секретарем организации объединенных наций он работает там в разных должностях с 2017 года он не видел вообще такого количества жертв среди мирного населения ни в одном конфликте вот уж ляпнул так ляпнул да возможно гутерриш не в курсе что почти два года идет война в украине где погибло вообще непонятно какое количество гражданских в том же мариуполе например до сих пор неизвестно количество жертв да сколько там убили людей россияне да сколько их просто похоронена под завалами зданий или закатана в бетон в том же драм театре или война в сирии полмиллиона погибших среди которых стать изрядное количество палестинцев из лагеря ирмук это один из пригородов дамаска который асад давил танками и там бомбил авиации обрабатывал артиллерии и все было хорошо и никакой он там этим не интересовалась или война времени 377 тысяч погибших или война в судане которая сейчас в горячей фазе гигантское количество беженцев десятки тысяч жертв чудовищные совершаются преступления но гутерриша это не интересует у него вот есть один жупел это газа долбаная и вот он только вот про нее и говорит как собственно и вся вот эта вот полезная идиотская общественность на западе которая только тем и занимается что страдает там у палестинцев о том как им значит плохо под израильскими бомбами я был начинать войну хамасу и ничего бы не было и жили бы себе дальше раз прекрасно спасибо что смотрите мои видео еще раз вас призываю поддерживать их пожалуйста это очень важно пересылайте своим там друзьям знакомым вы распространяете в соцсетях это все помогает бороться вот с такими людьми как будто лишь в частности еще раз спасибо всем пока